Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х. Это и так понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щечками некогда популярного комика. Цимис в том, что эти сакральные слова произнес Саакашвили, тот, кто еще полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах гениев этой власти. А теперь просто напомню слова Михуила, сказанные им 4 февраля 2018 года. Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал. Я не какой-то там популист. Порошенко убрался. Пришла нормальная власть. И что? Уже сейчас в бюджете не хватает 40 миллиардов. Украину ждет дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал «Лишь бы не Порошенко», потупив глазки, бормочут, что «Политикой не интересуюся». Уважаемые, на ваших могилах напишут «Хуже не будет», ибо «На съезде жоп постановили, мозги навечно запретить». И вот, на фоне всего этого, Зе анонсировал меры для поддержки бизнеса. 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы. А теперь просто комментарий одного предпринимателя. А про сегодняшнюю обещанку забудет. А когда напоминают, скажет «ВР не приняла». А вона не прийме, потому что не имеет денег. Казначейство с середины листопада финансует только захищенные статты бюджета. Если же гроши надрукуют, нас очекает такая инфляция, что эти 8 тысяч он может засунуть в дупу тому экономисту, который дает ему такие порады. Пианисты бисови. Видели же очи, что выбирали. До даты ничего. Кстати, Зеленский собрал многочисленную делегацию переговорщиков для привлечения 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Схема следующая. Деньги хотят одолжить УВБ, часть их пустить на то, чтобы заткнуть рот предпринимателям, а частью перекрыть огромную дыру в бюджете на время, пока ведутся переговоры с МВФ. Но, по моим данным, Всемирный банк денег не даст. И от состава делегации это не зависит. Просто нынешняя власть не выполняет свои обязательства по борьбе с коррупцией и проводит непрозрачную монетарную политику. Лежачий полицейский, сидячий прокурор, висящий гидрант. Не обращайте внимания, просто промелькнул мимолетный образ светлого будущего страны. Степанов считает, что реформы Супрун привели бы к коллапсу при 3000 больных COVID-19. Да, Супрун здорово потрусила медицинскую мафию. Сегодня можно без проблем записаться к семейному врачу, а не стоять в очереди 101-м у кабинета. Впрочем, Супрун не разбирается в сортах асфальта, а это для таких, как Степанов. Главный критерий медицинской профнепригодности. Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины. Пусть бы разведка военные секреты добывала, а с дискредитацией руководства Украины одна Мендель на раз-два справляется. Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ. Почти не спалился. Согласно законодательству, это останавливает все судебные процессы, идущие против него. Как бы Зеленский по такому алгоритму Яны Кассазировым перед своим уходом не помиловал, с него станется. За что Володя не возьмется, все превращается в какашки. А если за какашку он берется, то просто тратит меньше сил. Турция начала отправку своих военных в Азербайджан. Россияне уже по-тихому свалили из Агдама, Шуша под Баку, Агдам тоже. Между ними Ханкинди. Азербайджан эту узкую полосу рано или поздно заберет. Армяне покидают даже Степанакерт, ибо понимают, что им светит дальше. Гористая местность и узкий коридорчик, который можно накрыть одним выстрелом града. Регион уходит из-под влияния России, временно оставляя ей небольшой географический котел в окружении баз НАТО. Ничего личного, просто констатирую факт. А то, что Сенат Франции признал Карабах, забейте. Просто реверанс в сторону многочисленной и богатой армянской диаспоры без юридических и иных последствий. Турция. Покупка С-400 стала ошибкой. Комплекс абсолютно бесполезен. Честно, небольшая спецоперация Эрдогана. Этот металлолом спецом перед Карабахом покупали для детального обследования и поиска болевых точек С-400. И, как следствие, без ошибочного поражения их турецкими ударными беспилотниками Байрактар Ти-Би-2. А теперь это понимают и все страны НАТО. Опять Етаган пониже спины прошелся. Сегодня в США день благодарения. Американцы собираются на семейный ужин в доме старшего поколения. Каждый член семьи произносит благодарственную речь за все хорошее, что есть в его жизни. К столу принято подавать те же блюда, которые присутствовали на первом дне благодарения в 1621 году. Фаршированную индейку с клюквенным сиропом и тыквенный пирог. Найлучшие пожелания моим американским друзьям, детям и всем хорошим людям. И на завершение бородатые анекдоты, які мені розповіли в американському барі. Відвідувач запитує бармена. Який тут пароль від Wi-Fi? Спочатку треба щось купити. Ну добре, дайте пляшку Budweiser. Чотири долари. Будь ласка, та який пароль від Wi-Fi? Спочатку треба щось купити. Разом, без пробілів. Але нам своє робити. Не втрачаючи почуття гумору, навіть у дуже непростих ситуаціях. Шануємося! Апдейт. Когда написал обзор, увидел свежую новость. Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ о бюджете 2021. Хочется верить, но верить пока подожду. Уже много раз эта власть выдавала желаемое за действительное. Субтитрувальниця Оля Шор